Итак, расскажу вам один секретик, небольшой лайфхак для мануальных терапевтов. Как я говорил, сначала надо снять мышечный спазм, обычно этому предшествует, если спина, то достаточно длительный массаж, минут 30-40, да? Но бывает так, что клиенты или люди, к вам приходят, ну, как бы не подготовленные, надо срочно помочь, да? То можно сделать все гораздо быстрее. Ну, как правило, я использую теплые простыни, подогреваю их на батарее, либо колорифере, либо есть такие специальные конфорки для стон-терапии, например, они там не очень, то есть они не жарят еду, да? Но температура там достаточно, чтобы простыну подогреть. Накрываю простынь, уже согрелся человек, да? И потом такая техника верблюжий хват. Через это горячий простынь, но все мышцы вот так быстро-быстро разминаем. Ну, это, по сути, вот прием лапа леопарда, то, что я говорю, да? Мы стягиваем все мышцы быстренько размяли, простучали, все эти наши вибрации, да? Потом разкачали тело человека, провибрировали. Там стряхнули вот так, посильнее, где надо. Расплопали. Ну, хлопанье я использую такое, чтобы не слишком больно было, но удар сильный, это такое вакуумное, такой хлопок, когда ладонец, складываем такой лодочкой, ну, или палаткой, получается такой вакуумный, пустой звук. Вот. И как бы после этого тело уже человека готово к мануальному воздействию. Ну, естественно, если человек нормальной консистенции, не слишком перекачен, не слишком толстый, где слой жира вот такой вот, покрытый тем, чем надо. И в таком случае человек может считать, что готов. Далее начинаем ему всякие приемы делать. На выдохе. Вот тут поставили, да? Вот. Ну, а о том, какие приемы мы делаем, вы подписывайтесь лучше на наш канал, а еще лучше приходите на наши тренинги к Олегу Валафу-Гудрину. Ставьте лайки, и мы увидимся и отработаем все на практике. Продолжение следует...